А перед тем, как мы начнём, хочу напомнить вам, что коронавирус отступил, и в мир потихоньку возвращается спорт. Например, сегодня Зенит играет со Спартаком. Переходи по ссылке в закреплённом комментарии, регистрируйся по промокоду ХОВАН и получай до 100 долларов бонуса и 10 долларов страховки на первую ставку. Удачи! Эта хуйня ещё мутирует, говорит. А все вирусы мутируют, блядь, ёпт, ты чё думал, они статичные? Нет, это тебе не плейдюнин? Ну, в последнее мне понравилось, что иммунитет держится 3 месяца, а потом пизда, всё по-новой. Ну, человечество предсказывали смерти задолго до коронавируса из-за того, что у нас люди в первую очередь пренебрежительно относятся к антибиотикам. То есть у народа, блядь, там простуда какая-то, они бегут, ебашат антибиотики, простуда подавлена, но не до конца. И вот остальные как бы вирусы... Курс не добивают, да. Да-да-да, не добивают курс. Получается, у нас болезни, которые толерантны вот к антибиотикам, ко всей этой хуйне. То есть про то, что это уничтожит человечество, я слышал ещё года 4-5 назад, блядь, ёпт, это уже тогда. Были уже какие-то вирусы устойчивые к антибиотикам, в больницах причём они. Да, так и здесь, тут типа, блядь... А, да-да-да, про больничный грипп. Вот это было в интервью каком-то, типа, что я чего говорил, что есть разница между гриппом, который вы подхватили на работе, большая, и гриппом, который вы подхватили в больнице. Потому что гриппы в больнице... Но они же разные, поэтому прививка... Да-да-да, это совсем не та же хуйня, это как бы, блядь, грипп из... сработает Маколей Калкин, один дома, такие, знаешь, ловушкой устанавливает. А грипп из больницы, типа, Джон Рэмбо, блядь, вот он вообще, сука, его... Твои лейкоциты будут дохнуть просто не как в Рэмбо 1 даже, где 2 человека убили, а как в Рэмбо 4, где там 100 человек с хуем убил один Рэмбо, блядь, у тебя просто никаких наушек. Уже пулемёт прорвался. Да-да-да-да-да, вот просто будет так косить твоих лейкоцитов, блядь, поэтому... Да и в больнице-то, ну а как лечат, блядь, коронавирус? Никак. Вот я только читал, какая-то экспериментальная вакцина появилась, её вкололи каким-то людям, и только через месяц ещё будет понятно, вообще можно ли будет продолжить разработку. Вот и всё, что мы знаем о коронавирусе. Не, ну у них вымыло каким-то опытным путём какие-то препараты, которые помогают, лечат побочные все эти дела. Такого, чтобы тебе дали таблетку, и ты выздоровел, такого нет. И боюсь, что будет ещё не скоро. А как ты будешь приспосабливаться теперь к этому новому миру? К чему, блядь? Я и так дома сидел всю жизнь, мне похуй. Ну ты готов 2 года сидеть, 3 года дома сидеть. Чувак, я не помню, я это у Сармата или у тебя рассказывал, но вот мне всегда родители говорили, у меня это из первых воспоминаний с детства, меня тащили гулять, ещё у меня не было Дэнди тогда. Буквально там лет трёх каких-то, вот прям пиздюком, представьте мне пиздюка. Я тайком убегал, возвращался домой, двери у нас тогда были открыты, и всегда мы, а как хочется вернуться в городок, блядь. Да-да-да, я абсолютно в таком. Я садился дома, я не умел даже говорить нормально, я говорил не дома сидеть, а дома сидеть, и всё. Вот у меня такая позиция на всю жизнь, блядь, ёпта, так и осталось, так что дома сидеть балдёж, блядь. Но коронавирус это плохо, потому что кореша не заезжают, а это плохо. Когда дома сидеть это хорошо, но друзья нужны, чтобы типа это заглядывали, поддерживали, блядь, ёпта. Я смотрю, с Власовым сняли обзор книги Панасенко. Ну так сейчас и сняли, блядь, ограничения, блядь, поэтому, а до этого ты сколько сидели, блядь, нихуя не было. Ну вирус-то никуда не делся. Просто может они у тебя тесты, знаешь, сдадут, что у них вируса нет, и тогда ты будешь с ними спокойно тусить. Я никого тесты сдавать никогда не буду, я не хочу, чтобы моя ДНК у кого-то было, блядь. Ты боишься, что тебя коронируют? А мне плевать, а как лечить людей? Сейчас людям при короне прописывают покой, чай с лимоном какой-нибудь и орбидол, блядь. Ну я себе такой и сам могу выписать, блядь. Ну орбидол это жёстко совсем, это ж вообще лекарство ни от чего, насколько я знаю. Ну а чё ещё? Когда ты непонятно что лечишь, какие ещё лекарства ты можешь выписывать, чтобы не навредить. Вот всякую... Витамин С. Витамин С вообще не работает. Вот вам школьники секрет, блядь, которые ваши мамки, папки, бабки, которые вам говорят во время простуды петь чай с лимоном или... Витамин С вообще нихуя не помогает во время простуды. Абсолютно. Это самый большой маркетинговый миф в плане вот... Проплаченный производителями лимонов. Лекарства от простуды. Да не лимонов даже скорее, а вот этих всех витаминов С. Когда люди берут какие-то аскорбинки, блядь, ёпта, и такие, ну вот, в сезон простуды они мне помогут. Да не помогут, конечно. Витамины усваиваются из солнечного света, из фруктов, из этой хуйни, блядь. Ну, типа... Это просто какие-то таблетки, в которых мел набодяжили. Они нихуя даже не усваиваются толком. Ну, может, в какой-то мере усваиваются, но в этой мере, блядь, никакого толку от них нет. Забудьте нахуй. Как лечиться? Как лечишься ты от болезней? Как врачи говорят, так и лечусь. Вот лучший способ. Ну, если нельзя из дома заходить. Ты тоже к врачу сдаёшь анализы, блядь, ёпта. Ну, а от чего мне лечиться? Я же короной не болен. Ну, ты заболеешь чем-то другим. А если мне что-то болит, ну, так я постоянно чем-то заболеваю там, блядь. Сырозами всякими. Сырозами язвами, хуязвами, блядь. Идёшь к врачу и слушаешь врача. И вот так работает лечение. Но во время коронача ни один врач тебе не поможет. Потому что никто на планете не знает сейчас, как эту хуйню уничтожить. Это просто бред. Мы живём в такое время, что это как большой эксперимент. Если у тебя болит живот, идёшь к врачу, врач говорит, что болит. Делаешь там какой-нибудь УЗИ. Эту, я не знаю, блядь, гастроскопию. Если у тебя, блядь, тик, идёшь к какому-нибудь невропатологу, блядь, говоришь, у меня тик. Тебе врач говорит, что делать. Так это и работает. Витамин С, не витамин С. Вообще, как бы, это просто пустая трата денег на самоуспокоение. С тем же успехом можете свечку поставить в церкви, блядь. Чем тратить на этот витамин С. Причём, это хуйня, которую нам вот старшее поколение втюхивает. То, что витамины надо пить. Потому что они были в совке. Потом, блядь, совок развалился. Появились... Ну, там питание-то было другое, мягко говоря. Телемошенники, баты, гомеопатия. Вот эта массовая волна. Мумиё, помнишь? Ты должен помнить. Да, помню, конечно. Блядь, чё это вообще было? Да чайный гриб ничего не лечило. Это просто бабки заваривали, чтобы вкусную воду делать. В чём был смысл мумия? Объясни мне. Ты постарше меня. Я до меня не дошёл в секрет веков. Что такое было мумиё? И почему бабки его покупали? Гербалаев, я понимаю. Я, в принципе, гербалаев застал вот в разумном возрасте. А мумиё, это было вот до моего сознательного как бы. Что такое мумиё? Почему бабки тратили полпенсии на мумиё? Ты, кстати, в курсе, что это отходы жизнеделительности летучих мышей и грузунов? Нет, я не в курсе, мне 30 лет, а не 50. Объясни мне хотя бы ты, чё это была за хуйня? Почему бабки какой-то, блядь, не знаю, пластилин или как это, навоз, навоз смешанный пластилином покупали за такие деньги? Гербалаев, я ещё раз говорю, я видел, я понимаю, что такое гербалаев. Я не понимаю, что такое было мумиё. Это, блядь, типа, ты был свидетелем тех времён, объясни мне. Все чудесные вещества. Это плод, как это, лучшего в мире советского образования. Когда ты хорошо знаешь, что всё это хуйня, да, вокруг тебя. Так, нет, нет, конкретно. Ты в сторону идёшь, вот мумиё. Что ты хочешь знать конкретно? Что за хуйня, это мумиё, объясни мне. Я его видел, но я не понимаю, что это. Вот как оно позиционировалось, кто его покупал. Что это за хрень, что вся страна кидала бабки в какой-то, блядь, пластилин, нахуй. Это как циркониевый браслет. Так а как его надо... Нет, циркониевый браслет, в отличие от меня, Сергей, надевается на блядскую руку. Потому он и браслет. Тут всё понятно. Ещё раз, мумиё. Вернёмся к мумиё. Ты имеешь в виду, как употреблять его, в смысле? Ну, хотя бы, объясни мне. Пить. В смысле? Оно же, блядь, твёрдое, нахуй. Ну, хуяришь в чай, например. Мумиё. Да. Ну, я сам не употреблял, меня мимо как бы прошло. Но я знаю людей, которые вот, они реально тряслись над этим делом. У кого-то, вон, таблетки в чате пишут. Вообще, это раствор был, да, такая вот хуйня. С малу некоторые жрали у меня. Просто берёшь кусок пластилина, куяришь в чай и пьёшь его, да? Ну, например. А вы, ребята, ещё думаете... Вот эти люди, обратите внимание, которые вложились в МММ, нюхали мумиё. Нюхали. Смешно. Жрали мумиё. Может, кто-то его жевал, конечно. Может, кто-то и нюхал. Я думаю, что-то типа как мёд, да. А вот эти люди, наши бабушки, наши родители, они нас учат, как вот в жизни не проебаться, не повестись. Вот что самое забавное. Типа. У меня всегда родители говорили, не ведись на хуйню. Я не повёлся на хуйню. А потом уже узнал, что все наши ваучеры мы проебали всей семьёй в хопер инвести. Блядь. Финансовую пирамиду. А я тебе сразу скажу, что нельзя было ваучера не проебать. Ну, как сказать? Чубайс не проебал. Свои. Но ты же не в семье Чубайса родился, правильно? Ну, как-то. Но нет, ты просто говоришь, что нельзя было не проебать. Я тебе говорю, Чубайс. Нельзя было. Всё было сделано так. Как-то так получилось, что моя семья проебала все, а Чубайс все реализовал. Или кто там? Ну, и не скупали. Делипаска, Чубайс, блядь, ёбта. Все меняли ваучеры на кожаные куртки, а народ отдавал. Это прям вот достоверный факт. Я не помню, кто из наших каллигархов сейчас. Кожаные куртки, это ещё, знаешь, заебись. То есть тебе за ваучер давали 10 тысяч рублей. У нас были диверсифицированные активы, кстати. Мы не все ваучеры отдали, блядь, в пирамиду. Мы получили ещё телевизор какой-то за них, по-моему, Акаи. Японский. Мне на нём дали в Сегу играть потом, типа это. Ну, типа второй телевизор, знаешь, не первый, большой, красивый, а такой второй, маленький телевизор, но хороший, японский. Вот как мы продали всю нашу страну и все наши активы. И эти люди, наши родители... Балова, было изначально. Да-да-да, но они не вправе нас учить чему-то. Я вот к чему они... А ты про Сбербанк-то в курсе, мою любимую тему, нет? Какую? Ну, ты в курсе, что Советский Союз заморозил вклады в Сбербанке и не выдавал деньги, пока они не бисы. Нет-нет-нет-нет, он заморозил, но потом великодушно выплатил. На все вклады, на все вклады, чтобы ты знал, когда мы покупали мне первый компьютер, у меня до этого был ноутбук, который нам отдали, просто чувак, родственник наш нашёл этот ноутбук на развалинах отеля снесён. Немцы какие-то забыли. Охуеть. Да-да-да, такая у него была там всё. Даутбук, сколько же он стоил тогда? Нет, он тогда был такой прям, знаешь, огромный, он весел, как сейчас мой комплекс. Ну, естественно. Вот, блядь. Короче, была возможность, что были вклады, когда оформляли на детей, на внуков, знаешь, вот в Совке. Да-да-да. Да-да-да, и тогда мне прям на меня откладывали и отложили, блядь, ёпта-да, хуища денег, типа, чтобы я там квартиру или машину купил. И после вот этой хуйни государство выплатило компенсацию по тем деньгам 5000 рублей, любезно. Вот так-то, типа, это тогда уже было после динаминации, то есть это было не совсем хуйня, на эти 5000 рублей нужно было докинуть... Потому что 10 тысяч за ваучер это было как раз в самый разгар. Да, но нужно было докинуть ещё тогда 12 тысяч рублей всей семьёй к 5000 рублей и, типа, получить более-менее такой комп... Там Целерон у меня был, по-моему, Intel Pentium 3, Целерон или вот какая-то такая хуйня. А деньги эти планировали, что это будет квартира, машина, вот как бы... Да, всё охуенно, да. Да, и всё сгорело как фантики, ебаные, блядь. Просто выплатили, вот тебе 5000, добавь ещё где-нибудь найди там, блядь, 12, будь тебе комп. Ну, комп, это ещё хорошо, повезло тебе. Это ещё хорошо? Ну, а ты думал, блядь, ёпта. Я никогда не говорил, что у меня бедная семья, у меня просто... У тебя вообще заботливый родитель, я так слушаю. Которая невероятно мало... Я считаю, что тут должен быть процент, сколько ты денег заработал, на сколько здоровье жёг. У меня все в семье пиздец, блядь, быстро помирают, нахуй, и работают как проклятые, а получают меньше, чем люди, которые нихуя не вкалывают. Можно было бы и меньше, конечно, наверное, получать, блядь, ёпта. Судьба всё-таки не так жестоко со мной обошлась, но, по крайней мере, на мою первую консоль у меня батя въёбывал только так, блядь, ёпта. Прям, блядь, вообще на рынке стоял, торговал продукцией, блядь, ёпта, чтобы хоть на ёбаное денди, блядь, накопить. Времена были другие. А сейчас-то ты как ему, подкидываешь там? Конечно, я теперь вот только... Я только на семью бабки тратюшу, а мне их тратить не на что-то, я думаю, только на вино и на семью. Но при этом у меня нет бабок, как бы, чтобы прям, знаешь, как Моргенштерн такой, типа, я купил дом в Испании маме, типа. Да хуйня это всё. Чего ты там купил? В смысле, дом за 50 миллионов, его находили. Ты просто расследование не смотришь, блядь. В Испании всё, она гражданка Испании. Я смотрел... Не, то, что мама купила, то, что мама у него купила, я маму видел. У него в Испании была мама. А, ну это уже мелочи, знаешь, просто. У меня-то мама не купит себе. У меня мама только вот в Крым может скататься. Ну твоя мама с администрацией Уфы тоже же не в этих... Не просто очень хорошие цветы, да? Это отличные цветы. Это лучшие цветы в Уфе. Ты не понимаешь, блядь. Блядь, у меня у друзей цветочный магазин в Уфе. Только жалко, этот человек из страны уехал, блядь. Я так хотел его спросить, когда я узнал про маму Моргенштерна. Блядь, там были бы такие инсайдеры. Чувак, я когда узнал, что помещение на 100 метров в центре Уфы много лет сдавали по 5000 рублей, я сам захотел магазин открыть. Я цветы терпеть не могу. Пустое вложение денег. Но если бы мне сказали, Юр, 5000 в месяц и 100 метров в центре Уфы. Ну, господи, помилуй. Ребята. Я бы замутил цветочный магазин. Шаверму с цветами. Сейчас им пизда, кстати. Да-да-да, цветы из шавермы. Такая шаверма, и там мясо нарезано, розочки. А есть, а ты знаешь, что есть? Мясные вот эти букеты. Да уже все... Шоколад, да. Ну, все пиздой сейчас накрывается. Все придумано в Гриффинах уже, на самом деле, блядь. Ничего нового не придумано.